Всем привет! Будущие космические пилоты, с вами Максимально Джонс, и сегодня мы с вами отправимся исследовать мир игры Dragons по истории. Это новенький космический проект, где мы с вами управляем кораблем, командой, снаряжаем его, улучшаем, отправляемся покорять звездные системы, встречаемся с пиратами и другими интересными врагами. К сожалению, данный проект попал ко мне уже в день релиза, поэтому это всего лишь первый взгляд, но если вы поддержите меня, конечно, лайками и просмотрами, то я обязательно запишу еще видео с обзором и советами по данной игре. Ну а мы начинаем. Погнали покорять космос. Как и все нормальные люди, мы, пожалуй, начнем с обучения. Вы капитан одного из крупнейших флотов Федерации, оказавшись в центре наступления против войск Альянса Добывающих Корпораций. Вы оторваны от основного флота в одном из захваченных Альянсом Секторов. Смерть неизбежна, но капитан Адмирал не сдается без боя. Не унывайте, ребята, сейчас мы покажем, на кого они решили разъянуть пасть. Добро пожаловать на борт Столетнего Ястреба. В этом обучении сценарий вы научитесь основам управления кораблем и экипажем. Хорошо. Энергия слева у нас. Понял. Один день всего. О, что поделать. У нас с вами 100 кредитов, 0 лома, 50 бургеров и 6 радиации. Ну, точнее, топлива. О, у нас что-то сломалось. Так, выбираем Грейса. Он сам поймет, что делать, да? Нифига, у меня тут отсеков-то. Ну, пришлось аж обходить сто раз. Менеджмент. Наш экипаж. София. Пилот. Спринтер. Скорость передвижения увеличена. Это нам все ясно. Есть Алиса и Грейс. Мужиков на нашем корабле нет. Я вас понял. Внешними шлюзами. Давайте откроем. А как это сделать? Ничего себе. Ну, я вроде все открыл. Да, все. София у нас пилот, так ведь? Нет, это Грейс. Мне нужна София. Ладно, выберем ее здесь. Капитан вот так отображается. Окей. Уровень разыскиваемости. Так, ладно, куда пройдем на Сарин? Блин, надо было навести, видимо, или правой кнопкой мыши. Ну, ничего страшного. Что, это вражеский корабль Альянса? Мы сможем с ним поговорить. Угу. Определенные навыки. У меня есть они? Все, бой начался. Я даже не знаю, куда я хочу выстрелить, но нам предлагают сюда. Так, играем паузу. Огонь. Уничтожьте этот корабль. Ну, блин, я попытаюсь. Он все время по одному, да, место стреляет? Автоматически, да. Так, этот уничтожим. Вот это что такое? Значит, может, это щиты здесь? Все, корабль уничтожим. Отлично. Вот то, что мы получили с корабля. Повышаем наш уровень. Выбираем, что нам выбрать. Давайте уклонение возьмем. Менеджмент. Выбираем оружие. У нас появился шахтерский рюкзак. Угу. Во вкладку корабль. Хорошо. Улучшаем реактор. И оружейный отсек увеличиваем. Оу, к пиратам прыгаем. Все, сразу бой. Ну, он сразу воевать будет, понятно. Хотя бы оттянемся напоследок. Вперед, ребята. Блин, я не хочу оттягиваться. Я хочу выжить. Способность экипажа. Все, он у меня теперь не попадет. И мы стреляем по людям. А, надо было этот выбрать. По счетам фигачить. Блин, он долго заряжается. Мы можем сбежать из боя. Так, хорошо. Прыгнем назад. Там такое ощущение, что были скелеты какие-то. Создает правительственную структуру под названием Новая власть. Ага. Все, обучение завершено. О, было легко. Отлично. Теперь можно приступить к кампании. Ну что ж, начинаем. Мы можем выбрать уровень сложности. Легко или сложно. Жалко, что здесь нет ничего среднего. В Iron Man нельзя поставить на паузу. Давайте начнем пока что с простого. Нам с вами доступна только первая глава. Это люди. Потом откроются, видимо, другие расы. Кстати, выглядят они все безумно странно. Но прикольно. Теперь мы выбираем, видимо, корабль и нашу команду. Ну, тут столетний ястреб. Я им управлял в обучении. Джон, подождите. Узнаете актера? Это же из Светлячка, или мне кажется? Очень похож на него. Но вот этих я не узнаю, конечно. Так, погнали. Оторвавшись от очередного патруля Венеторов, вы пытаетесь понять, что происходит. Из местного зла связи становится ясно, что за вашу голову назначена награда. Стоит найти безопасное место, пока все не уляжется. Ваш друг Ронни с пояса астероидов точно знает, где можно переждать некоторое время. Кажется, что-то случилось. Что такое? Что случилось? На нас напали? Ничего ж не происходит. Давайте-ка изучим, что у нас вообще есть. Все, у нас реактор все обеспечивает, что только есть. Два орудия. Капитанский мостик, это все понятно. Наш капитан Джон. Пожаров нет, все хорошо. А куда нам прыгнуть? Черная дыра, неизвестная система. А вот, кажется, что-то случилось, надо его прочитать. Система Едприо. Нам туда. Только я ее здесь не вижу. Она же здесь. А я смогу сюда допрыгнуть-то? Нет, я не смогу, мне придется туда лететь. Как это лучше сделать? Ну вот, нам в зеленом показывает путь, что до шляка. Главное, чтобы нам топлива хватило. Начало положено, достижение. В системе находится огромный патруль венеторов. К счастью, они здесь не по вашу душу. Один из венеторов выходит с вами на связь и предлагает совершить совместный налет на небольшую пиратскую станцию. Звучит соблазнительным или нет? Мы воюем против венаторов, это так. Присоединяться к ним я не буду, я буду играть больше за пиратов. С пиратской базы пираты решают нанести ответный удар по венеторам. Завязывается серьезный бой. Вам удается пережить нападение венеторов. Верзь делись пиратами добычу. Смерть сам новой власти. Отлично. Что мы получили? Припасы. Поломки. Ладно. Блин, ну обидно. А как это все починить-то теперь? Вот щиты, нам нужен инженер. Вот он. Отправим его сюда. В обучении этого не было, но мне кажется, корпус где-то можно здесь починить. Нет, это не то. А, это я щит отправил. Что-то где-то у нас сломано, но я этого не вижу. Ладно, летим дальше. Здесь кого мы встречаем. Во время полета к вам направляется крайне экстравагантный корабль. Кажется, будто его корпус состоит из разных кристаллов и кусочков минералов. С вами на связь выходит его капитан, который представляется рыцарем Звездного Ордена. Он задает вам вопрос. Что для рыцаря важнее всего во время путешествия? Его честь? Вооружение на корабле? Блин, я не знаю, но он же рыцарь. Давайте его честь отправим. Ответим. Однажды потеряв не вернуть вовек, отвечает рыцарь и выбрасывает что-то за борт. Вы подбираете груз, и это оказывается большое количество лома для корабля. Блин, прикольно. На самом деле это классно сделано. Окей, летим дальше. Большая туманность. Здесь опасно. А можно как-то ее облететь? Нет, никак не могу. Только если сюда... Можно, кстати, на кебаб прыгнуть. Здесь торговая станция оттуда. Не будем рисковать. Пролетаясь с тем, вы натыкаетесь на торговую станцию. Обычно в таких местах можно выгодно обменяться ресурсами или купить что-нибудь по дешевке. Вы без раздумий влетаете на станцию. Может, в этот раз здесь окажется то, что вам нужно. А как? Вот сюда, наверное, перейти. Вау, прикольно. Бар. Вот, бар-то мне и нужен. Я так понимаю, здесь команду нанимаешь. У меня денег не особо. Я вообще никого нанять не могу. Хотя джек-джек мне нравится. Да и фахар, ничего такое. А вот кейгала, ну это прям мечта. Трандел и Мария. Джек-джек, фахар, кейгала, трандел и Мария. Ну, что поделать, все равно денег у меня нет в торговле. Что я здесь могу купить, что продать. Лом, новое оружие. Ну, у меня пока денег-то не особо. Можно разве что топливом закупиться немножечко. Пусть будет. Вдруг нам придется сбегать. И вверх. Здесь мы, скорее всего, улучшаем наш корабль за деньги. 630 увеличить. Телепорт. Отведем какие-то улучшения. Телепортер. Мы отправляем на захват судна. Слушайте, не знаю даже. А у меня дроны вообще есть? Пусть будут, наверное. А, у меня не хватает. Подождите, я думал 630. Да, 630 стоит. Что-то одно. Давайте модуль управления дронами возьмем. На него хватает электричество, да? Шаг в будущее. Все, хорошо. Все, уходим со станции и летим дальше. Ага, здесь тоже туманность. Нам ее не пролететь, к сожалению. Ну, погнали в туманность. Что поделать. Пролетая мимо заброшенной станции, вы замечаете несколько меток, которыми обозначает база наемников. Дополнительные руки всегда пригодятся. Вы решаете осмотреться. Нанять обычного... Хорошего-то дорого будет, наверное. Пока вы искали новых разумных себе на службу, кто-то из вашей команды сбежал на станцию в поисках лучшей жизни. Блин, что за гад это был? Блин, Самуэль. Ну, я ему не доверял. Этому Эл Джексону, конечно. Мы можем взять другого. Ширинал или Плейхард. Это человек, да? И людей я не хочу брать к себе. Хотя у нас воин. Но у нас кто сбежал? Оператор гипердвигателя. Инженер у нас есть? Пусть будет воин. А, это мне их обоих дают. Все, отлично. Я-то думал, надо выбрать. Тогда вообще не страшно. Вот воин у нас теперь классный. Ну что ж, летим дальше. По заданию. На подлете к поясу астероидов становится ясно. Что-то здесь не так. Станции молчат, никаких кораблей не видно. На своих радарах вы замечаете странное излучение, исходящее из отсека переработки отходов. Куда все подевались? Надо поскорее отыскать иронию в этой чертовщине. Инженер у нас есть. Отправим его. Он обходит всю станцию по техническим туннелям, описывая странные треугольники на стенах. После чего находит в месте излучение Тайртикона и доставляет его на борт. Астероид оказался полем битвы. Ответы на вопросы находятся внутри счастливого билета. Судя по записям, на корпусе его номер 213114. Включить будет не так просто. Половина его мозга поджарилась. Нужно найти того, кто сможет включить его, несмотря на запреты. Желательно, чтобы это был Тайртикон, переосмысливший свое существование. Что, простите? Похоже, это дорога на пиратскую станцию. Где же еще найти Тайртикона, который включит другого робота за деньги? Без понятия. Ну, полетели, значит. Что у нас по топливу еще есть? Есть. Побочной квесты у нас нет. Выполнены. Есть. Система Минтака. Где это Минтак-то находится? В самом начале нам обратно надо вернуться. Блин, обидно, конечно. А здесь у нас что? Выход из сектора. Нам это неинтересно. Это, скорее всего, пираты обозначается. Ну, полетели обратно. Что делать? С вами на связь выходит патруль Ракхи. Они просят помочь разобраться с Тайртиконской инструкцией по использованию нового орудия. Мы, кстати, сами летим сейчас за одним. В них самих ничего не ходит. Стоит ли им помогать? Конечно, помочь. С легкостью? А че ж мы сами не можем включить тогда роботов? Старое оружие в качестве платы. Бластер натуре. Ну, пусть будет. А у меня какая есть? У меня, по-моему, покруче. Ну, ее можно будет продать, если что. Он, кстати, может залететь на торговую станцию. Нам топливо бы понадобилось. А еще отремонтироваться, я, кстати, забыл. Здесь уже ничего нет, я понял. Оно, видимо, по новой не начинает ничего. Начнем. Нам нужен ремонт. Как-то сделать корпус. 135. Ладно, пойдет. Принять. Теперь торговля. Я хочу продать бластер натурель. Хотя, смотрите, ракетная установка. Урон по счету. Ну, блин, она по корпусу бьет, в отличие от этой. Ладно, продадим ничего страшного. И купим немножко топлива. На пару прыжков. Все, команда нам уже не нужна. Летим оборотну. А я могу сюда? Я здесь еще не был. Вам навстречу летит вражеский корабль. Вы пытаетесь связаться с ними и отговорить от боя, но экипажу все равно к бою. Ох, ну что ж, погнали. Урон по счетам. Так, куда в счеты и будем стрелять? А эти мы по капитану будем фигачить. У нас способностей пока что нет. А, блин, я мог повысить уровень, но пропустил этот момент. Ну что ж, погнали. Я должен каждый раз заново нажимать? Так, я по ребятам буду их добивать, пока они здесь чинятся. Так, шо, вы там все починили? Чините заново, блин, только я промахнулся. Они по нам тоже попадают, в принципе. Мы не успеваем им щиты сбить. Давай, 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 добивай. Стой, стой, Джон, уходи, уходи. Беги, Джон, беги. Вы проиграли? Блин. Он не успел убежать, он сгорел. А че, все заново? Блин, все заново, я че не сохранялся все это время? А здесь нельзя? Обидно, обидно. Я не досмотрел, и капитан у нас сгорел. Ну что ж, попробую дойти заново сейчас до того момента. Думаю, здесь все повторяется. Как раз и проверим эту теорию. А, нет, смотрите, нам теперь надо в другую систему. Они поменялись местами. Все может быть совершенно по-другому. Блин, нет, это то же самое, это опять вот этот бой дурацкий. Начинаем. Так, капитана я сразу увожу. Он нам не понадобится здесь. Так, все, щиты мы им сбили. Готово. Ну, в этот раз было легко. Че-то я не знаю, че я там тупил так долго. Надо было в одно место фигачить. Ух ты, не слабо мы так собрали-то с них. Даже плазма-турель какую-то нашли. Давайте в менеджмент зайдем. Мы можем что-нибудь прокачать. Я в щиты вкачну, на самом деле. А, на энергию уже не хватает. Давайте щиты только вкачаем. Прошел день. Триумм. У нас появилась новая плазма-турель. Урон по счету 15. Так это мощнее даже вот этого первого. Это 10-10. Даже не знаю, что выбрать. На него шанс возгорания. У этого тоже. Блин, это по сути лучше. 3-15-10-3. 3-10-10-3. Блин, это лучше. Тогда ее оставляем. Все, летим дальше. Пилота нет на месте. Да, надо пилота вернуть, пожалуй. Джон, все, ты можешь вернуться. Только что-то он, Джон, меня не слушается. Пилота нет на месте. Сейчас он все починит, и мы полетим. Можно, кстати, и на торговую станцию починиться, залететь сразу. О, она уже совершенно другая. Так, ремонт. Принять. Переходим в торговлю. Продадим вот эту штуку. Денег не слабо наварили. Может, еще кого-нибудь из членов экипажа взять? Я знаю, что вот это мне придаст. Можно его выгнать сразу. Нет, нельзя. Че, нельзя? Блин, нельзя. Мегавольт, Эрол и Ваня. Блин, Ваньку надо взять, наверное. Оператор орудий. Мне кажется, у него будет бонус на бой. Из-за орудий. Или пока повременить. Пилот у нас есть. Оператор счетов тоже полезный. Блин, Ли, но он на меня похож, надо брать. Пусть будет. Еще топливо мы прикупим. Хотя у нас стак его много. Нет, все. Все, полетели, полетели. Солнечная буря. Ладно, это все у нас было уже. Все, мы все получили. Новое задание. Нам теперь с вами куда лететь? Обратно. Здесь у нас ничего не произойдет, рисковать не будем. Пиратская станция. Обычно их маскируют под необитаемые. Если бы не ваши старые связи, искать ее пришлось бы куда дольше. Уже на подлете вы чувствуете, что ваш экипаж ждет приключения. На станции царит беззаконие, азартные игры, запретные утехи, нелегальные товары. Где-то среди всего этого хаоса должен быть хакер Тертико, который вам нужен. Но откуда начать поиски? Ну, я думаю, с борделя начнем. Туда нельзя. Купите лотерейный билет. Что? Давайте. Вы сами не понимаете, почему захотелось. Все, мы потеряли. Ну ладно, это был прикольный вариант. По адресу вы находите небольшую... А, вот. Однако, пока вы покупали билет, вам удалось послушать разговор двух Тертиконов о повторном включении. Вот откуда мы узнали. Пусть инженер отправляется. Ваш инженер шокирован слишком высокой ценой. Он приводит разумные аргументы и доказательства того, что ремонт может обойтись куда дешевле. Он рассказывает вам о произошедшем на станции. Два корабля в Вене Тора взяли в рабство практически всю станцию. А тех, кто сопротивлялся, убивали на месте. Сам счастливчик очень жалеет, что совершил самоубийство. Однако он не хотел лишаться своего блока памяти, и поэтому решил пожарить себя в отсеке переработки, куда точно никто не сунется просто так. Попа? Попа? Его зовут Попа? Нет, счастливый билет. Попа, ну и имечка. Все, мы всех прокачали. Давайте-ка повысим. Вот это я возьму. У меня в прошлый раз капитан умер, так что я рисковать не буду. А это кто у нас? Оператор гипердвигателя. Ладно, ему тоже урон. А вот инженер ему спринтер. Пусть он бегает быстренько. Ли тоже от урона. И счастливый билет у нас появился инженер. Блин, ну отличная команда, я считаю. Что у нас по заданиям? Попа, ну и имечка. В погоню на вегу. Так, погнали? Погнали. Нам с вами надо вегу, блин, нифига нам прыгать-то. Мы можем срезать волгораб. Но здесь туманность. Уже тревогу слышу. Подлетая к планете, вы получаете сообщение от исследовательской станции. Они просят перевести несколько маленьких животных с планеты на их станцию. На фото животные выглядят безобидно. Блин, ну лишние деньги нам пригодятся. Но, блин, я думаю, сейчас жопа будет. Спустя пару часов ваш корабль переправляет их на станцию. Вам достается не только куча шерсти, но и награда. А, нет, все легко. Ну, деньги, конечно, слабенькие. Ну, шо поделать. Деньги не пахнут. Теперь нам надо сюда, в авиор. На наших глазах вентра и грабят колонию бывшей федерации. Как адмирал и ренегат, вы должны что-то сделать. Нельзя оставлять это безнонаказанным. Ну, давайте защитим колонию. Что делать? Ну, мы не слабо так повреждения получили. Есть какая-нибудь космическая станция рядом? Блин, она далеко. Обратно в нее возвращаться не вариант. А здесь пираты. Я сюда никак не попаду, кроме как через менкип. Так, стойте. Что у меня? Сохранений здесь нет, да? Может, это из-за того, что это предрелизная версия, поэтому их нет. Ну, ладно, ничего страшного. Рискнем. Переместившись в систему, вы видите громадный корабль Ирак. И, судя по всему, он охраняет ворота этого сектора. Вы собираетесь с мыслями включать передатчик, чтобы договориться с капитаном этого корабля. Но в ответ слышите лишь тишину. Гигантский корабль подготавливает свои орудия. Боя не избежать. Так, наползу. И попробуем все-таки избежать от них. Блин, ну они лютые будут, если честно. Окей, будем по счетам сразу упасть. Погнали. Огонь, огонь, огонь из всех орудий. Блин, и промахиваюсь. Сбежать пока не могу. Блин, я все промахиваюсь. Ладно, будем подороги... Да ладно, ее опять мимо? Я хоть один раз попаду? Да, вроде попадай. Все, убегаем, убегаем, убегаем. Блин, они у меня на борту! Черт! Блин, я не могу сбежать, серьезно? Может, я смогу в ближайшую систему сбежать? Да, смогу-смогу, надо уходить. Они слишком лютые. Видимо, я должен сначала здесь все пройти, все изучить. Блин, они все еще у меня на корабле! Ли, беги! Капитан, сюда, сюда! У меня уже один погиб Ли. Блин, мой любимый толстяк. Так. Это у меня при смерти, что ли? Или это есть? Вон, счастливый билет у меня есть. Огонь, огонь, огонь! А, он все чинит, я понял. Ну, хотя бы так. Блин, мы не умрем! Джон, не умирай! Нет! Беги отсюда, Джон! Я не могу тебя выбрать, что ты будешь делать? Убегай! Фух. Кто этих уродов позвал, я не знаю. Я не знаю. Ох, все. Ну что ж, грустно. На этой грустной ноте мы завершаем наше прохождение и перейдем к мнению о данном проекте. Очень жаль, что данная игра ко мне попала вот в день релиза. Если б я чуточку раньше ее получил, я б, конечно, ее получше и следовал. Записал бы уже что-нибудь полноценное, совет или обзор. Но если это видео наберет, конечно же, лайки и просмотры, то я обязательно добавлю еще новое видео. По поводу самой игры. Не знаю, мне почему-то безумно понравилось. Ну, реально классно выглядит, реально классно играется. Я за свою жизнь очень мало переиграл в подобные стратегии, тем более космические. Но это меня прям зацепило. Здесь есть вот этот микроменеджмент, вот эти бои пошаговые. Здесь прикольные квесты. То есть вот ты залетаешь в галактику, у тебя срабатывает какое-нибудь рандомное событие. И оно на самом деле прикольно. Это все сделано качественно. И мне кажется, это потрясающая игра. Но, как я и говорил ранее, к сожалению, она попала ко мне поздно, поэтому я еще и подизучу. И если что, в стиме поправлю свое мнение. Что думаете по поводу этого проекта вы? Обязательно напишите в комментариях. Ну, а с вами был Максимилина Джонс. Подписывайтесь, ставьте лайки и удачи в космических приключениях. Все, всем пока. Чао.